МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Игры со змеями опасны для жизни. Как чувствуют себя юные барнаульцы спустя неделю после укуса гадюки? Итак, до двух лет лишения свободы грозит барнаульцам, которые незаконно удерживали пенсионерку в автобусе. Сегодня по распоряжению председателя Следственного комитета России по данному факту возбудили уголовное дело. Это значит, следователи оценят не только действия кондуктора и водителя Барнаульского экспресса, но и руководство транспортной компании. Продолжит тему Елена Макаренко. Об инциденте 77-летней бабушкой наша редакция рассказала 25 июня. В 53-м барнаульском автобусе ехала пенсионерка, которая на свою беду забыла дома пенсионное удостоверение. У женщины с собой был проездной билет, но этого кондуктору оказалось недостаточно. Почти час она и водитель удерживали пенсионерку в общественном транспорте. После выхода сюжета в эфир вопиющий случай стали активно обсуждать пользователи соцсетей, а Следственный комитет Края инициировал проверку. Когда об инциденте рассказали несколько федеральных телеканалов, в дело об удержании пенсионерки вмешался центральный аппарат Следственного комитета России. Компания-перевозчик Евробус от каких-либо комментариев отказывается и потому непонятным остается, на какой закон или, возможно, локальный акт отсылалась кондуктор автобуса, удерживая пенсионерку. К пенсионному предъявляется документ. Зайдите на госуслуги и, как положено, пенсионер должен предъявить документ кондуктору. А на ваш взгляд, по ней не видно было, что она? Вы понимаете, нас за это штрафуют. И я должна убедиться, что она при документе, при пенсионном, на каком-либо положении можете зафотографировать. Я выполняю свою работу. Сотрудники пенсионного фонда «Края» пояснили, пенсионные удостоверения вот уже два с лишним года не выдают. Вместо них лишь справки. Как объяснил юрист, предъявлять их дополнительно к проездному билету совсем не обязательно. Ведь, во-первых, проездной именной. Во-вторых, продают его как раз на основании справки, подтверждающей то, что гражданин является пенсионером. Сам факт наличия этого удостоверения проездного, или как он там билет, проездной называется, уже, так или иначе, косвенно говорит о наличии такой справки у лица. Отсутствие справки, подчеркивает юрист, не может быть основанием для удержания человека. Но ни этот факт, ни возраст пассажирки, ни 30-ти градусную жару водители-кондуктор во внимание не приняли. Теперь виновным грозит уголовное наказание. Возможный максимальный срок – два года лишения свободы. Елена Макаренко, Наши новости. В поселке Затон, который больше всего пострадал от урагана 23 июня, продолжаются аварийно-восстановительные работы. Полтысячи поваленных деревьев, десятки сорванных крышей, оборванные электропровода. Вот таким оказался поселок сразу же после стихии. В Затоне сегодня побывала Валентина Аскерована и расскажет, когда микрорайон вернется к обычной жизни. Представляете, это вот все летело, это вот все, это пол содрогался, стены, это вот так вот все тряслось, это ужасно. Это был 15-минутный фильм ужасов, который длился вечность. Вспоминает Ольга Ускорникова, в момент шторма она была в огороде. Женщина еле успела зайти в дом, иначе ее просто сдуло бы, как пушинку. Ветер был такой силы, что с корнями вырывал столетние деревья. Потом, когда уже маленько так все закончилось, опять это выглядываю. Тут деревья лежат, вот знаете, ну вот так вот точно вот лежало, это все вот так вот деревьями было. Двери завалов, двери нигде не открываются, все завалено. Ой, страшно, страшно. И такая картина по всему затону. Люди собственными силами разгребают завалы и восстанавливают свои дома. Некоторым это обходится недешево. Так, чтобы починить крышу, Александру Ворошилову нужно около 70 тысяч только за материал. А отремонтировать необходимо, иначе после очередного ливня по дому можно будет только плавать. Что касается электричества, то его наладили спустя три дня после урагана. Энергетикам пришлось прокладывать новые опоры и линии электропередач. За несколько дней они заново смонтировали систему электроснабжения у половины затона. Благодаря этому свет появился почти у всех. У нас на контроле улица Заобская. Это 6 километров от микрорайона, там 6 домов у нас. Там обрыв на линии, и обследовали энергетики эту линию. Там нет технической возможности. Там вода. На заливных лугах сейчас стоит вода. Как только паводок отступит, свет появится и в этих домах, заверил нас глава микрорайона. Напомним, режим ЧС продолжает действовать в центральном районе Барнаула. Спецтехника тоннами вывозит деревья, которые выкосил шторм. Завершить работу аварийные бригады планируют к концу недели. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. Наши новости. Объединить усилия на благо интересов жителей края. Временно исполняющий обязанности губернатора Виктор Томенко в ходе рабочей встречи обсудил вопросы взаимодействия с депутатами и Государственной думы от Алтайского края. Уважаемые коллеги, позвольте вас, во-первых, поприветствовать. Я рад, что вы все откликнулись на приглашение. Это первая встреча Томенко с представителями Нижней палаты федерального собрания. Практически в полном составе, со всеми. В РИО руководителя региона успел познакомиться ранее в ходе совместной работы по различным проектам. На совещании Виктор Томенко отметил, что население края ждет от властей решений, направленных на повышение качества жизни и продвижение региона на федеральном уровне. Я, по крайней мере, настроен очень открыто, очень доброжелательно, дружелюбно, если хотите. И со своей стороны все сделаю для того, чтобы мы работали действительно для людей, которые в Алтайском крае живут. Участники беседы обменялись мнениями о важности законопроектов, которые рассматриваются в Госдуме, и первоочередных задачах по развитию региона. Дефицит бюджета Алтайского края могут сократить за счет федеральных поступлений. Об этом сегодня заявил в Рио губернатора Виктор Томенко. Главным вопросом 22-й сессии АКЗС стало целевое использование бюджетных средств. Как депутаты принимали отчет о бюджете края за прошлый год и строили финансовый прогноз на будущее в нашем видеосюжете. Больше 100 миллиардов рублей составил консолидированный бюджет края за прошлый год. Такие цифры впервые в истории. Общая оценка – профицит в пару миллиардов. Собственные доходы на Алтай выросли. Значительными оказались и федеральные дотации, так что власти закрыли долги муниципалитетов. Но вслед за краевыми ведомствами депутаты призывают проверять расходы и в районах. Такие же подходы должны применяться по отношению к бюджету муниципальных образований. Иначе мы те 2,7 миллиарда, которые мы направили в течение финансового года, на помощь финансовую может просто раствориться. К жесткому контролю призывали и те депутаты, которые скептически отнеслись к профициту бюджета. Василий Железовский от «Справедливой России» не понимает, почему при возросших доходах зарплаты бюджетников не выросли, а сотни рабочих мест сократили. По его прогнозу, этот год будет не проще. Но у властей есть план по решению проблемы. 5 миллиардов у нас пока расчетный дефицит. Посмотрим, как будет идти освоение. Постараемся нашу долговую политику держать примерно в тех рамках, которые мы наметили. И в случае, конечно, необходимости прибегнем к определенным заимствованиям, скорее всего, в форме выпуска государственных облигаций. В итоге отчет о бюджете приняли во втором чтении. Еще одно изменение, которое обсудили депутаты, увеличение квот на трудоустройство инвалидов. Раньше они распространялись на производство с коллективом от 100 человек. Теперь же эту границу по всей стране опускают до 35 сотрудников, существенно расширяя список предприятий. Сегодня у нас трудоустроено 11 тысяч инвалидов всего. А трудоспособного возраста у нас 52 тысячи инвалидов. Это касается инвалидов всех групп, но предполагается, что на данные рабочие места преимущественно будут выходить инвалиды третьей группы, которых у нас большинство. Также сегодня народные избранники продлили полномочия Бориса Ларина на посту полномоченного по правам человека в Алтайском крае и ушли на каникулы. После ремонта трассы, которая связывает между собой три села, Калманку, Новороманово и Барнаульское Лебяжье, дорожники, которые сейчас работают на этом направлении, обещают не появляться там очень долгое время. Такие прогнозы они связывают с использованием в своей работе современной технологии, которая в той же Германии существует уже десятки лет. Долгонавичность покрытия должен обеспечить так называемый холодный ресайклинг. Подробности узнаете далее. О том, что в Новороманово работает техника топ-уровня, догадаться могут даже непрофессионалы. Такая машина на улице села никогда не заезжала. Агрегат называется «Ресайклер». «Ресайклер». Эта машина заменяет полностью, скажем так, ту классическую технологию, которая была ранее. Словно миксер, ресайклер сначала срезает, а затем перемалывает уже отработанные верхние слои полотна. Затем в готовой смеси добавляются цемент и вода. На выходе получается вот такая ровная гладкая поверхность, как будто по ней прошли утюгом. Ни одного намека на какую-либо неровность. Сверху чуть позже укроют асфальтом. По сравнению с прошлым годом у нас и технология производства работы здесь изменилась. Во-первых, стало двуслойное основание вместо однослойного. Ну а покрытие, так как было двуслойным, так и осталось. За счет того, что основание стало двуслойным, то есть дополнительные слои нижнего основания, укрепленного цементом, соответственно и стоимость значительно повысилась. Стоимость объекта в целом на сегодняшний день это порядка 13 с небольшим километров, это 198 миллионов рублей. Таких машин на вооружение у дорожников региона всего 4. Стоит с виду обычный комбайн более 100 миллионов рублей. Правда, это тот случай, когда цель оправдывает вложенные средства. В сутки с помощью ресайклера можно ремонтировать порядка 350 метров трассы. Это в два раза быстрее, чем привычным старым методом. Другие три машины работают точно так же еще на четырех пригородных барновольских трассах. Программа в активной фазе. На сегодняшний день порядка полумиллионов квадратных метров выфрезерного асфальтобетонного покрытия. Уложено уже нового верхнего слоя асфальтобетонного покрытия порядка 200 тысяч квадратных метров. Отдельные улицы уже закончены полностью. Порядка 15 километров бортового камня установлено. Активная работа идет. С графиков не сбиваемся. Сбились лишь однажды в мае холодная погода и дожди внесли коррективы. Торжественное разрезание красной ленточки намечено на следующий год. Тогда, обещают мастера, будет доделана трасса от Новороманово до Лебяжьево. От Калманки до Новороманово доехать без ущерба для подвески авто можно будет уже в конце сентября 2018-го. Дорожники уверяют, что успеют. Вот пока вы смотрели этот репортаж, ресайклер уложил еще с десяток метров. До чего техника дошла, удивляются автомобилисты. Кирилл Политов, Александр Антропов. Наши новости. Игра с гадюкой одной из самых опасных ядовитых змей обернулась для двоих мальчишек краевой столицы почти недельным пребыванием на больничной койке. После нахождения в реанимации одного из ребят сегодня выписали домой, другой продолжает лечение. Как не стать жертвами укусов ядовитых змей, далее в нашем сюжете. Уже пять дней после встречи со змеей 11-летний Кирилл находится в больнице. Вместе с братом они гуляли по берегу реки в Бобровке, когда увидели гадюку. В тот момент им и в голову не пришло, что змея может оказаться ядовитой. Мальчики пытались ее погладить. Да так рьяно, что сломали присмыкающемуся хвост. А дальше скорая и больничная койка. Сейчас жизни Кирилла ничто не угрожает. Он спокойно передвигается, отек на месте укуса уменьшился. Была угроза развития сосудистых нарушений именно со стороны верхней правой конечности. С этим он сюда и поступил. Он прооперирован в день поступления. А кроме того, в день поступления ему введена сыворотка лечебная специально против яда гадюки, которая его укусила. Ну а потом лечение продолжено уже по назначенному. Врачи говорят, если вас вдруг укусила змея, необходимо немедленно вызвать скорую, самостоятельно извлекать яд не рекомендуется. Кстати, в Алтайском крае водится всего два вида ядовитых змей. Гадюка и щитомордник. Сейчас их чаще всего можно встретить на территории Мамотовского района, около Рубцовска и в Предгорьях. Например, в Барнауле гадюки появились в районе Нагорного парка. Предположительно, они ищут места, чтобы укрываться от жары. Соблюдать осторожность. Если, конечно, вы идёте куда-то, грибы и так далее, лучше всего иметь, скажем, палочку, раздвигать. Потому что не нападают змеи сами, не нападают. Если она там сидит, и она вас не услышала, то она может среагировать, естественно. Ну, как бы укусить. Хотя они перед этим тоже иногда выпады делают, то есть шипят, предупреждают. Брату Кирилла несколько дней пришлось провести в реанимации. Но сегодня уже всё хорошо. Его выписали. Кстати, по словам экспертов, змеи лишь пытаются обороняться, когда их трогают или вторгаются на их территорию. Так что интерес мальчишек гадюка, скорее всего, восприняла как вторжение. Ирина Харитон, Павел Лауранин. Наши новости. Барнаульцам предложили придумать, как благоустроить несколько городских территорий в историческом центре. Улицы, скверы, зелёные зоны. Открытый конкурс эскизных проектов объявила городская администрация. Почему чиновники пошли на такой необычный шаг? Смогут ли, по мнению специалистов, Барнаульцы предложить достойные воплощения в варианты? Расскажет Илья Кочетков, который о краевой столице знает всё. Горожанам на выбор предлагают подготовить эскизный проект одной из общественных территорий города. Например, изобразить своё видение участка улицы Молотобольска от проспекта Ленина до улицы Горького или зелёной зоны на площади имени Баварина. Всего 13 участков в центральной исторической части города. Среди территорий, которые будут отданы в руки народным дизайнерам, вот эта газонная площадка перед лестницей, ведущей на горный парк. Если вспомнить, сколько копий было сломано по поводу этого объекта, можно предположить, что одни из самых ярких эскизов будут созданы для этого места. Полный список объектов можно посмотреть на сайте мэрии. Елена Королёва, начальник отдела благоустройства и озеленения, объясняет. Горожане, критикуя власть за благоустройство, порой предлагают свои варианты. Вот и решили дать талантам себя проявить. Установка малых пультурных форм, высадка зелёных насаждений, устройство газонной части. Может быть, действительно у жителей возникнут оригинальные идеи, которые мы воплотим в жизнь. Но у некоторых специалистов конкурс вызывает сомнения. Архитектор Александр Деринг считает, что это соревнование вряд ли позволит улучшить городскую среду. Ну, конечно, я понимаю, может кто-то любой на коленке нарисовать какие-то идеи. Но это же не серьёзный подход для решения общегородских проблем, которые связаны, по сути, с генопланом города, с благоустройством его. Но так не делается на самом деле. Деринг уверен, подобные конкурсы должны быть рассчитаны только на профессионалов. Тем не менее, принести свои работы, изобразив участок Барнаула с нескольких сторон, сопроводив его пояснительной запиской, можно до 30 июля в Дорожный комитет по адресу Короленко, 58. Работы оценят специалисты по ландшафтному дизайну и озеленению. Лучшие идеи, заверили чиновники, могут быть воплощены уже в следующем году. Илья Кочетков, Павел Лаурнин, Александр Антропов. Наши новости. Почти полтысячи отличников в этом году выпускает университет имени Ползунова. Сегодня некоторые из них уже получили заветные красные корочки. Почему преподаватели называют таких студентов сливками общества и вручают документы в отдельном зале, расскажем в следующем сюжете. Диплом с отличием, как еще одно доказательство таланта и усердия. Ксения Зайцева – дизайнер. Еще будучи студенткой, работала над проектом для администрации края. Девушка мечтает раскрасить унылые регистратуры всех больниц в стране. Это не холодные синие стены, а это приятные желтые и зеленые цвета, и что тебе здесь обязательно помогут. Среди отличников сложно найти книжного червя. Каждый помимо учебы занимался спортом, творчеством или бизнесом. Инна Бугаева – выпускник-энергетик. В прошлом – председатель общежития, лучший боец энергоотряда и почти круглый отличник. У меня четверка была, это единственная четверка – английский язык, потому что с преподавателем у меня получилась так интересная история, то есть я не стала потом ее пересдавать уже. Кстати, новый ректор технического университета Андрей Марков впервые вручал дипломы в должности ректора. Вы всегда наши выпускники. Кем бы вы ни стали, а я уверен, вы станете действительно замечательными специалистами. Остальные студенты политеха, а их около трех тысяч, получат дипломы о высшем образовании к середине июля. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. Наши новости. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Когда беспокоит сердце, повышены давление, холестерин и сахар в крови, принимайте лекарства «Кардиоактив Таурин». «Кардиоактив Таурин» от компании «Эвалар». На территории региона вновь обещают дожди и грозы, при этом на всей территории края очень жарко. В Олейске, Вийске и Заринске – 27, в Рубцовске – 28, чуть ниже температура в Белокурихе, там 24 со знаком «плюс». В Барнауле – южный умеренный ветер, ночью до 16, днем до 27 выше нуля. А у меня все новости к этому часу. До встречи!